Вставили вот эти контейнеры. Было написано, правда, то же самое? То же самое. То же самое и было. С каждым разом пункты все добавлялись и добавлялись. Простите, ну а теперь что ж теперь делать? Ничего не делать, надо делать так же. Вы создавали, я хорошо и вам не хорошо. Вот это самое. Чего здесь страшно? Можно сделать и несколько колесок. Нельзя, девушка, 25 метров от дороги. Ничего не должно быть. Я же вам объясняю, что если, не дай бог, та же фура, которая сегодня, тот МАН едет со скоростью 100 км в час, сорвется с той дороги, то он остановится в конце рынка. А вы поставьте ограничение скорости, он не будет лететь так. А вы поставьте лучше нам новые заборы, поставьте щиты. Нельзя. Почему нельзя? Потому что 25 метров от дороги мы не имеем права стройки. Нельзя, еще раз повторяю. Нельзя 25 метров от дороги ничего строить. Нельзя. Но если бы можно было, это было бы можно, а так нельзя. Так же на остановке стоят люди, машина летит на скорость и убивает людей на остановке. Стоп. А вот тут я с вами не согласен. Подождите, дайте я уже... Когда мы там стояли, у нас стояли машины прямо от забора. Там была брызг. Взяли и засыпали, и машины нам поставили прямо, извините, в зад. И мы целый день ими дышим. Зачем вот это надо было делать? Расширяли площадку для машин. Так же машина может и послужить. А то, что вы говорите, убивают на улице. Извините, а вам от этого легче? Нет, нет. Ну, как вы говорите, 25 метров от дороги. Тогда где должен начинаться базар? На пятом-шестом ряду? 25 метров. Ваня, на пятом-шестом ряду. Вот так он должен быть. Деви, товарищи, когда было много народу, говорили... Почему не сказали бы все это? Сейчас еще другое говорится. Развернулись и все вообще не будет. Правильно. Ведем, ведем. Почему нельзя? Не заставляем еще раз. Почему нельзя? Простите. Простите. Мы обсуждаем. Еще раз. Правильно, мы обсуждаем. Вы сейчас не будете в полициях, когда осталось решительное. Вас сейчас никто не будет заставлять. Я еще раз повторяю. Никто вас не заставляет. Вас никто не заставляет. Еще раз повторяю. Сергей улыбался, когда мы сказали, что там стояли наши бабушки. Этот рынок начинался со свадебного ряда. В этом ряду, да, стояли наши бабушки. Девушка, я пришел сюда 22 года назад на этот рынок. А вот тут есть это вот. Я только что сказал. Я только что сказал. Я только что сказал. Я только что сказал. Никто никуда не переходит. Кто сказал. И мы стоим заставляем. Вы если мы не согласны, мы будем давать. А кто вас забирает. Кто сказал. А опять перевернули, опять перемутили. Нет. Что вы будете? Мы вам предлагаем. За что мы голосуем? Мы будем голосовать за вас. Я еще раз говорю. Зачем за вас голосовать, если вы за народ не держите? Еще раз. Вы тут украстили уже политические политики. Да вы не за народ. Политику. Мы уже ударились в политику. Это очень тяжелое время, если вам голос действительно будет очень тяжелый. Люди действительно покупатся, не тратят деньги, потому что хоть как прокормить свои семьи в такой тяжелой период. Вы не убираете нас, какие долги. Это просто хочу. Что ж не заставляет вас решить? Вы решили ваше мнение. Вы поставили себя в отличие великого человека заключается в том, как он обращается с маленьким народом. Вы обращаетесь с нами. Очень плохо. Знаете почему? Потому что вы все считаете, что у вас высшие чины и все за вами. А мы никто. У нас есть такие же семьи, как и у вас, которые хотят и кушать, и учиться, и все. Нет, мы не превратили. Это вы превращаете. Вы не заставили ваши семьи, я и все люди. Вы даже не были. Это не было. Мы же выслушивали. Не давите на политику. Нет, дело в том, что мы выслушивали, мы не делали каких-то общих мнений. Мы только просто выслушивали вас. И мы вас не заставляем. И мы вас не заставляем. И мы вас не заставляем. Нет, никаких никто ничего не будет. Мы услышали ваше мнение? Спасибо. Мы хотели просто услышать ваше мнение. Больше ничего. А если чужие внуки сгорят вот там, вам будет легче? Не благословенство не давайте такое. Я не благословляю никому. Вы же даете благословенство. Когда человеку говорят. Конечно, не братья. Люди, за 24 года никто не звонит. Вы даете машину. Одна ляля шоу? Ну, одна ляля, но все равно она ляля. Ну, одна корова бывает. У нас такой товар, что... Не дай бог, каждое утро здесь туман. У нас все попортится. Весь рынок зависит. Мы сняли от нас. Ради, что мы... В чем было ваше предложение? Предложение сделать нормальные условия для торговли опасными, легко воспламеняемыми горючими средствами, горючими веществами. Это, во-первых, воспламение легко воспламеняемое. Тюль, свадебное платье, химия. Вот это, хотим там сделать ряды пошире. Потому что по СНИПу там должно быть 3,5 метра проезд между рядами, чтобы поехала скорая, чтобы проехала пожарная машина. Там этого нет. Построили здесь площадку. Вот тут хотим сделать бутики. И людей просто раздвинуть те проходы. Да, придется некоторым, допустим, легко горючим и воспламеняемыми веществами перейти сюда. Но дело в том, что от этого спасаются и они, и другие. От этого зависит и жизнь тех людей, которые там могут быть. А в тот момент там может быть и я, и моя жена, и мои дети. И ваши, кстати, тоже. Все может быть. Поэтому то, что они будут говорить, что это плохо, я считаю, что это хорошо. И это нужно делать. Я не знаю, на каких условиях это уже будем делать, но то, что это нужно делать, это нужно. Но условия пока не обсуждались. Обсуждались. Но проект-то есть. Есть проект. Он есть для того, чтобы поставить бутики и перевезти вот этих продавцов сюда. Ну, видите, что тут сразу получается бунты и сразу политическая забастовка. Мы за вас голосуем и тому подобное. Хоть это мне и не нужно. Представьтесь, пожалуйста. Федор Иванович Кошнинер, замдиректора. Замдиректора... Да, построительского объединения рынка. Построительского объединения рынка. Спасибо большое. Чтобы вы были здоровы. Будет чисто все. Это просто то, что они хотят переходить. Это все чисто. Почему бы это не делать? Каким трудом мы зарабатываем эти деньги. Что он смог бы с нами, по собственной воле, так поступить. Я считаю, что это не правильно. Я правильно сделал и хотел ваше мнение услышать. И мы хотели, поэтому мы и вернулись. Я вот это хотел. Больше я не хотел ничего. Знаете, в первую очередь надо... Наш волейтин очень дружный. Не дай бог, что... Потому что столько лет все вместе, поэтому мы дружно и знаем, как это добывает и как она это... Если человек стоит на руководящей должности, и он считается каким величем, так он должен быть свое величие, так он должен быть свое величие, управлять и жестом, чтобы ставить на место людей, понять их ход мысли. Дело в том, что если бы не принимать никотни. Не только со своей стороны, но и с нашей стороны. Просто я смотрел с другой стороны. Если бы мы просто так торговали, вы бы сказали, вот, администрация не предлагает или не улучшает. Для этого я вас позвал, для того, чтобы услышать ваше мнение. Никогда не было претензий с нашей стороны. Не было света. Вот Сережа очень зря сказал, он засмеялся, когда мы сказали, что мы сами строили крыши. Да, была крыша у рынка. Но когда пошел снег, когда еще был... Как фамилия этого директора, когда... Мунтиану. 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 Упала, она вся упала на землю. И мы все, всю эту крышу по новой делали. Он сказал, девочки, вашу волю, вам тяжело. Все люди скидывались в то время по 300-400 долларов и возводили эту крышу. Свартиков нанимали, делали, все за... Свой шифер, свои железки, все, все было свое. Дело в том, что нет, дело в том, что нет, дело в том, что я... Не просто, не просто плохо, а нас просто... А вы знаете, что они все залеют? Так, ну, дайте, пусть... По поводу твоей миссии не залеют. Да, не жалею. Понимаете, пусть она... Все, девочки, тогда я услышал это вот. Вот, просто верим. Сдача, ну, я вам... Все, что они сделают, в общем, что они здесь, рекламировали, делать это, вы знаете, вот эти номераторы, это было для этих... Выстоя... Я почему не могу... Ты как, 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 где вы... Сему, я покажу, болото. Здесь болото. Здесь... Он вешает локон на улицу. Вешает локон на улицу. Стоять на этот холост, здесь и доставать на этот вот диван.